Декларация президента Западной Армении Президент Турции в конце концов признал преступление геноцида против армянского народа в своем обращении 24 апреля он подтвердил, что совершил преступление геноцида против армянского народа. В этой речи президент Турции публично заявил, что депортация вооруженных группировок и их сторонников была самым разумным решением, которое могло быть принято за этот период. Около двух миллионов армян стали жертвами этого оправдания и депортации. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него была принята Генассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Он вступил в силу 12 января 1951 года. Согласно Международному праву статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него правительством Турции удалось изгнать армян из Западной Армении. В соответствии с Конвенцией геноцид означает любой из следующих операций, осуществляемых против национальной, этнической, расовой или религиозной группы цели уничтожить ее. Убийство членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственных расстройств членам группы, создание таких условий жизни, которые влечет собой полное или частичное физическое уничтожение группы, осуществление мер, направленных на предотвращение рождаемости в среде этой группы, насильственное перемещение детей из одной группы людей в другую. Исходя из этого, мы настоятельно призываем все парламенты и правительства международного сообщества зафиксировать этот инцидент в качестве официального уведомления и принять необходимые меры для соблюдения содержания статьи 3 Конвенции и всех других санкций и заставить Турцию нести все правовые и политические последствия. Государство Западная Армения, признанное независимым и суверенным государством 19 января 1920 года на Парижской конференции Верховным Советом Союзных Держав де-Факто 11 мая 1920 года на конференции в Сан-Рема де-Юре, обращается ко всем парламентам и правительствам международного сообщества с призывом признать преступление геноцида, который продолжился и после арбитражного решения президента США в 22 ноября 1920 года, который относится к международной границе между Арменией и Турцией. Одна из прямых причин, что Турция не выполняет арбитражные решения и все страны, которые обратились к США по этому поводу. Представляя содержание этой декларации международному сообществу, мы в то же время заявляем, что государство Западная Армения готово взять на себя все юридические и политические обязательства в качестве законного партнера международного сообщества в применении законопроектов, конвенций и международных договоров. Мы верим, что настало время, чтобы все цивилизованные страны честно и практически стояли рядом с властями Западной Армении, которая, согласно 4 ГАГской конвенции 1907 года, статья 42 представляет Западную Армению, оккупированную Турцией и армянский народ, лишенный своей родины. Права Республики Армения получили международное признание на территории Западной Армении к 1920 году при поддержке содержания этой декларации, что является первым шагом к достижению международного правосудия. Армен Акабарамян – президент Западной Армении. 29 апреля председатель Попечительского совета Шушицкого технологического университета Араик Арутюнян выступил с лекцией на тему Арцах как независимая энергетическая страна. Ссылаясь на историю энергетической независимости Арцаха, Арутюнян особо отметил, что в 2000-2007 годах в Арцахе было выработано всего 90 млн кВт в час. Электроэнергии о потреблении превысило 200 млн кВт в час. В 2019 году ожидается производство 522 млн кВт в час, электроэнергии потребление 385 млн кВт. А в 2023 году планируется выработать 1 млрд кВт в час. Электроэнергии потребление составит около 500 млн кВт. Посол Германии в Анкаре Эрдман заявил, что Германия озабочена покупкой систем С-400 Турции. Посол также подчеркнул, что если Турция не откажется от систем несовместимых с НАТО, она должна будет ответить за это. Германия прокомментировала кризис С-400, который продолжал нарастать между Вашингтоном и Анкарой, в соответствии с которым покупка систем проводивоздушной обороны С-400 Турции вызвала большую беспокойность у правительства Германии. Мартин Эрдман отметил, что Германия разделяет озабоченность Соединенных Штатов и других партнеров по НАТО в отношении запланированных закупок. Каждая страна может свободно покупать систему вооружений, но если эта система несовместима с НАТО, Турция должна нести ответственность за ее последствия. Пресс-секретарь президента Ибрагим Каллен заявил, что Турция пыталась приобрести систему противоракетной обороны Patriot в течение последних 10-11 лет и решение о покупке С-400 не было вопросом одного дня. Вице-президент США Майк Панс отметил, что покупка Турции С-400 подразумевает слишком большой риск. Если же Турция продолжит покупать С-400, ей грозит опасность выхода из программы F-35. Турция обязательно должна сделать свой выбор. Анкара считает, что ее решение не подлежит пересмотру. Согласно отчету Greenpeace, Китай запрещает ввоз пластиковых отходов из-за рубежа с 2018 года. После этого решения Турция стала одним из новых адресов, которые покупали пластиковые отходы. Импорт пластиковых отходов в Турцию увеличился в пять раз. Greenpeace в Восточной Азии сегодня опубликовала отчет данной о мировой торговле пластиковыми отходами и последствия запрета на импорт пластиковых отходов в Китае 2016-2018 годов. Отчет охватывает 2016-2018 год. Данные с 21 страны, занимающейся импортом и экспортом пластиковых отходов. США, Германия, Великобритания и Япония возглавляют список экспортеров пластиковых отходов. Ежемесячно Турция импортировала отходы от 33 тысяч тонн, а к концу года она снизила импорт до 20 тысяч тонн. Государство не ввело никаких ограничений на ввоз пластиковых отходов. Кейтлин, сотрудник Greenpeace, отмечает, что единственным решением загрязнения пластиком является ограничение производства пластмассовых изделий. Боевики обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия, Алеппо и Хамо в нарушении режима прекращения огня, сообщается в информагентстве бюллетене Российского центра по применению враждующих сторон Сирийской Арабской Республики. Боевики, действующие в Элипской зоне доэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Скальби и Масасна, провинции Хамо, Руйсет-Искандер, провинции Латакия, района научно-исследовательского центра в Алеппо. Информационные источники, связанные с террористами исламского государства, впервые за долгое время опубликовали видеозапись с участием верховного главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади. В нем он, в частности, упоминает разгром исламского государства силами международной коалиции в Бакузев и кровавые террористические акты на Шри-Ланке в Католическую Пасху, которую он назвал местью за Бакуз. ГНКО Историка культурных заповедников музеев и служба охраны исторической среды издала альбом на четырех языках джуга, очевидец столетнего геноцида. 29 апреля в книжном магазине «Букинист» состоялась презентация альбома. Альбом составлен работниками ГНКО, Ашотом Муфсисяном и Аршаком Банучаном, включая в себя фотографии армянских хачкаров, сделанные в 20 веке Арамом Вруером и научно-историческую информацию. Также к книге прилагается диск с фильмом «Вандалы 21 века». На трех языках рассказывается о культурном геноциде и истреблении хачкаров джуга. Чтобы сделать наследие Арама Хачатуряна узнаваемым во всем мире, день рождения композитора 6 июня открывается 15-й международный музыкальный конкурс в Ереване, в котором в этом году примут участие 30 музыкантов из 12 стран. В конкурсе, который пройдет до 14 июня, будут представлены произведения хачатуряна, которые исполнят пианисты, музыканты из Армении, Китая, России, Украины, США, Северной Кореи, Таиланда и других стран, представляющих различные школы исполнительного мастерства. И цель конкурса также является популяризация произведений хачатуряна. Как в предыдущем, так и в этом году конкурс будет проходить в три этапа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саят Нова, ансамбль «Альмастер Шовена». Саят Нова, ансамбль «Альмастер Шовена» Саят Нова, ансамбль «Альмастер Шовена» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!